Новый штамм коронавируса омикрон ежедневно ставит в России рекорды по численности заразившихся. Многие волнуются, дошёл ли вирус до Десногорска. Эту тему обсудили на очередном заседании КЧС, которое прошло 25 января. За день до этого поступила информация о первых омикрон-заболевших в Смоленской области. Но десногорских пациентов в их числе нет. Пока количество обращений в поликлинику выросло незначительно, и специалисты оценивают ситуацию как стабильную. «Относительно спокойная пока обстановка, хотя в признаке того, что повышаться сейчас будет заболеваемость, она есть. В стационаре, в общем-то, количество пациентов небольшое, там 35 сейчас. Выписка была с утра, пациентов выписали. В реанимации 4 человека. Подавляющее большинство пациентов – это непривитые граждане». Амбулаторное лечение от ковида проходит 91 человек. Ещё 11 лечатся от пневмонии. Массового заболевания детей в городе пока тоже не наблюдается. На дистанционное обучение классы выходят по мере необходимости. «Карантинные мероприятия по коронавирусной инфекции. В школе номер один два случая и колледж один случай». Десногорск стоит на втором месте по уровню вакцинации из 27 муниципалитетов региона. В городе почти достигнут показатель 80% привитых. Не забывать нужно и про ревакцинацию. Для неё сейчас самое время. «Иммунитет начинает вырабатываться, иммунный ответ начинает вырабатываться. Тем более, он не просто вырабатывается, а он стимулирует тот иммунитет, который просто снизился. Он не заново вырабатывается у тех, кто ревакцинируется». В Десногорске продолжаются мероприятия, направленные на сдерживание заболевания. Обрабатываются подъезды, а в общественных местах действует масочный режим. Больница снабжена необходимыми ресурсами, чтобы справиться с новой волной коронавируса.